Хайрлутан, хоромет, господин, Маргарита Арнамз, келген хунағымызмен таныс болса. Бүгін бізде хунағты ТАКИР БУРАЛ ГУМАНИТАРЛЫХ ПЭЛЛИМ МАГИСТРЫ АХМЕТ ПАЙТУР СНОВАТЫНДА ХОСТНАЙ МЕМЛЕКЕТТЫК УНИВЕРСИТЕТНЫң КАЗАХСТАН ТАРИХ ПАННЫН ОКУТУШИ. Арнамзға көш келдіңіз. Хайрлутан, добро пожаловать в нашу студию. Рады вас видеть. Стасиная тема у нас такая очень интересная. Семь граней Великой Степи. Уже на протяжении четырех месяцев мы об этом говорим. И есть в чем разобраться, потому что вот именно такие люди, как вы, помогают нам окунуться и понять с исторической точки зрения, насколько важно чтить и помнить то, что было ранее, и посмотреть на это с высоты современной науки. Вот ваше мнение о данной статье и что действительно необходимо сделать. Ну, если будем, так скажем, открыто скажем, данная статья, она посвящена не только историкам. Конечно. Мы, историки, эту статью воспринимаем как стратегический документ. Но если смотреть с современной точки зрения, даже сам Ельбасы в своей данной статье, он указал, что необходимо развивать историю. Многие моменты в нашей истории, они плохо изучены, не совсем раскрыты. Есть многие факты, которые необходимо будет изучить. Как раз так и с использованием современных технологических достижений, научных открытий. Изучение истории сейчас на данном этапе, вот мы, молодежь, даже в нынешнее время студенты, они используют различного рода гаджеты. То есть, и вот недаром наш Ельбасы еще когда-то принял решение о переходе к цифровизации. Это тоже одно из наиболее важнейших этапов для страны, я так считаю. Потому что если мы все эти моменты в истории тоже как-то постараемся перенести в цифровой мир, то есть для молодежи это будет наиболее интересно. И поэтому в данной статье Ельбасы правильно отметил, что историю нужно изучать по сюжетам фильма. То есть, если необходимо снимать блокбастеры, нужно снимать блокбастеры. Сейчас вот кинематограф Казахстана, он снимает различного рода очень хорошие фильмы. Это вот вышел телесериал «Казахское ханство», сейчас мы знаем, вышла вторая часть «Золотой трон» называется. Вышел сериал, посвященный Кейхе-Батыру и многие другие сериалы. Если мы будем и дальше раскрываться такие подобные сериалы, то я думаю, молодежь проявит интерес к изучению своей истории. То есть, это «Махала Турал»? Вышел сериал «Ози»? Да, это «Махала Турал»! Сейчас мы уже не знаем, что «Казахстан»! Это «Махала Турал»! Сейчас мы встречаемся с собственными горами. Сейчас мы встречаемся с этим сократным делом. Например, в Казахстанге мы знакомы. «Махала Турал»! Например, «Огнинг – это творчество»! «Махала Турал»! Это не только в мире, но и в мире, но и в мире. Вот это не только в мире, но и в мире. Продолжение следует... 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 Музыка 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 Как давно он отмечается? Отмечается он уже давно, но, в принципе, так как это день детской книги, то, соответственно, он связан с известным писателем, сказочником Гансом Христианом Андерсеном, потому что 2 апреля весь мир отмечает именно его день рождения. В 1958 году было принято решение, чтобы в честь дня рождения Ганса Христиан Андерса праздновать такой праздник, День детской книги, Земерный детская книга. Вы === Какие шаралы были? 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 Есть, конечно, дети, которые в гаджетах, не знаете, всегда существовала та часть населения, и тот процент детей, которые, несмотря на наши движущиеся новые технологии, они тем не менее остаются поклонниками бумажной книги и приходят к нам. Какие шаралы были? 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 Может быть, даже уникальные книги есть в библиотеке? Ну, прям уникальных, скажем, наверное, нет. Музей редкой книги есть в библиотеке Вени Толстого у нас. Но мы можем похвастаться, знаете, уже значительным фондом современной подростковой литературы, которая на многих сайтах есть, включены в список. Знаете, в интернете сейчас очень популярны списки для подростков, которые должны там прочитать 100 книг, 50 и так далее. Вот. Ну, я скажу, что мы стараемся следить. Естественно, не все подряд. Мы все это просматриваем, прежде чем приобрести. Ну, и я еще раз повторю, что у нас уже достаточно приличный фонд современной подростковой литературы, который достаточно спрашиваемый. Ну, и на некоторых даже бывает очередь на какие-то книги. А вот местные вообще авторы, поэты могут похвастаться тем, что пишут для детей? У нас недавно Сослова была, которая говорила, что это ее стихия, любит она. Предложить нашим читателям, что в преддверии, вот, в апреле, числа 12-го мы проводим мероприятие с местным поэтом к 70-летию. Это Нарашвай Мукатов на казахском языке. Можно посетить. Те, кто любят поэзию, пожалуйста, приходите в нашу библиотеку. Также в течение всего времени мы поддержим связь со всеми местными писателями. Это Акалбек Агай Шайхметов. Встреча у нас была с Ганижем Албердалиновой в течение прошлого года. Также ко всем юбилейным датам, то, что проходит у нас в городе Кустанай, мы готовим и книжные выставки, и встречи с писателями, и поэтами. Хотим похвастаться, что в 2018 году у нас было 60 лет в нашей библиотеке, и в течение года большое, огромное спасибо областному управлению культуру. То, что мы видели воочию живых детских писателей, которые как наших казахстанских, так и осенью к нам приезжали писатели, поэты и писатели нашего ближнего зарубежья. Это Челябинской области Иоаннец Гранц и Олег Райин. Олег Райин. Это писатель для подростков. Мы хотим похвастаться, что мы на встрече были с Аделием Мараевой, Тони Шипулиной. Также у нашей библиотеки практикуются онлайн-встречи. И в апреле месяце обратно мы хотим похвастаться уже, как анонс сделать. У нас встреча с Лилией Калаус, которая в этом году исполняется 50 лет. Наша современная казахстанская писательница, которая написала совместно с Зирой Норузбая книгу «Приключения Бату» или «В поисках чаши». Эта книга имеется в фондах нашей библиотеки, и дети читают. Также мы планируем постановку спектакля нашего театрального кружка по этому произведению. Вообще подобные встречи не проходят в формате вопрос-ответ или как это происходит? Да, онлайн-встречи у нас проходят, мы подключаемся, и дети у нас задают вопросы, они готовы по произведению того писателя, с кем мы встречаемся. Также у нас проходили встречи не только с детскими писателями, но и писателями для более подростков. Это вот у нас Мир Жан-Желтубай был в прошлом году. Этот молодой писатель, который проживает в городе Алматы, встречались со студентами первых-третьих курсов пединститута. Ну и студенты первых вузов, они всегда у нас наши яркие читатели, которые, потому что вся современная, можно так похвастаться, Казахстан, не только казахстанская, но и мировая литература находится в фондах нашей библиотеки. У нас есть звонок, давайте принимать. Здравствуйте, вы в эфире. Кайрл Танк, сіз эфирдес. Слушаем вас. Алло, салям, а салям. Салям, а салям. Танц, пола, отырстах, ессингиздата, вытесеңіз. Бақыт. 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 Бұз сізден жоуабыңызыдықабылдаеңыз. Арнамыздықабы үлераңызғаннығыз, көбір Ахмет. Дааарамыздықтайтың бағаңыз. Ну а прямо сейчас у нас будет интересная рубрика «Телесоник» называется. После чего продолжим. Оставайтесь на телеканале Кустына. Арнамыздық. Алстаманыздыр. Продолжение следует... Алан ғасар басыңыз өміріңіздегі ең үлкен мүмкіндігінен айырлады. Алтын арқауын тапсаңыз, күрделі бірақ құрметті жұмыс сізге жүктелетін болады. Біз бақтарламамызды одан арқыры жалғастырамыз. Осы сіздерде оқушылармен жазылышылардың арасында көптеген кездесуілер болады. Осы кездесуілердің оқушыларға файдасы? Осы біздердің кездесуілеріміз көптеген осы біздің қазіргі замандағы ақушылармен кездесуілері өткізеді. Осы Қазақстан бойынша Тони Шипуулина деген ол күшкентай балларға ғарын алған кездесуілерді. Сол кездесуілерді баллар өздерін қалай автормен телекран бойынша қабарласып, оның пікірін, өздерің қалай жазған шығармаларын, қиялдарын бәрін өздеріне тұртуалады. Осы көптеген баллар өздерің өздерің Тони Шипуулинің кездесуілік кезінде баллар өздері өздері телекранға қарағанда өзі ақтырдың қызылылышын көріп қалған күшкентай анау. Өздерің қамғалық өздерің өздерің қайдасқы біздіңмен көптегені өздерің қартың атамы. Қадың өздерің қокенде бәрінен? Әздерің өздерің қасыры болдық, өзерің Құраптарың қалайдың өздерің өздерің қалайдың біртің қ cabаға кызығы дамны. Ну, вы наверняка знаете ответ на вопрос, как привить любовь к чтению у детей. Что нужно сделать? Как их заманить в этот волшебный мир? Да, сейчас очень многие задаются таким вопросом. В первую очередь, если это в семье, то нужно обязательно показывать пример детям. Ну, и я думаю, что реклама, наверное, в библиотеке играет сейчас не последнюю роль. И, конечно, фонд современных книг, которые сейчас есть в магазинах, есть в интернете, но не всем они доступны. Я хочу немножко еще дополнить. В нашей библиотеке есть такая программа, называется «Книжный старт». Мы работаем со своим соседним садиком, это 15-й садик. Дети этого садика читают у нас. Мы каждую среду вводим в этот садик, и по средам мы читаем любое произведение детское. Соответственно, их возрасту. У нас подопечная наша логопедическая группа, это дети, которые с нарушением звука производящих, шипящих. Мы читаем сказки, рассказы. Дети по прошествии рассказов, они делают своими руками какие-то поделки или же рисуют. Также у нас запущен проект такой, это «Книжный рюкзачок». Это дети берут домой. Это для того, чтобы это не сколько для детей, а сколько для того, чтобы привить родителям любовь к чтению, чтобы они могли вечерами читать своему ребенку книгу на ночь, чтобы это было привито. Чтобы дети, как семейное чтение, оно облагораживает человека. Если ребенок начинает с маленьких лет интересоваться книгами, в дальнейшем у него будет интерес к знаниям, и будет повышенное стремление к учебе, и все такое. Я хотела бы тоже добавить, раз уж мы рекламируем нашу библиотеку, скажем так, для уже читающих, подростков. У нас есть в библиотеке клуб, который называется «Жажда человечности». Он проходит по четвергам, и там собираются старшеклассники, которые читают и хотят эту книгу обсудить, поговорить и поделиться своими мыслями и эмоциями. Поэтому, если есть такие дети, которым хочется что-то сказать, но не с кем это обсудить, какую-то любимую книгу, то милости просим к нам. Все совершенно бесплатно, да? Абсолютно бесплатно, да. Здорово. Казыр, көбінесе жастарымыз олса, телефоннан көз алмайтын жастардын, китапқа деген қызы қушылын қылай арты тұрғы. Көбінесе, сол телефон алмайтын, оларда қазы электронный китаптар бар. Сол электронный китаптарын сөрін, сайттарында кіріп, қарауға болады. Көбінесе, әрбір артырлы адамға өздерінің қазіргі кез, ол тез заманға сай айтады, тез рек ақпаратта алу алуға, тез рек бірдемені тұрту алуға. Кейгізде бір адамдар болады, олар кітап тұстаған үшін, соны парақтарын бұлай, оқығанда қиялға кеттегі үшін, сол үшін қажет. Сонымен қатар әртүрлі балылар болады. Кейгізде бізде компьютернің ойындар болады, сол балылар келеп бізді компьютернің ойында ойынауға, гаджеттарының неші түрлі. Сонымен қатар балылар бар, кітапты оқып, өздер бір жерде бір ұш айтқанда бір ұғал ұқты тавалып, сонда отырып, бір кітапқа қиялданып оқуға. Сон. Кәзір осы 21-ші қасыра қпаратық технологияның дамыған заман. Кітаптарды электронды түрге ауыстыру жайлы қалай өлесіп ұлдырыс ба? Ол дұрыс көптеген совет үкметінде бізде кітаптарымыз оны фонда құранеліше болады. Қраненен сақтау бөлімшелер болады. Сол сақтау бөлімшелерін ұзайтыу үшін, тәк территорияларын ұзайтыу үшін бізде ұлсы электрон форматқы кітаптарды еңгіземіз. Ол цифровой кітапқана деп аталамыз. Бізде осы қосынай бойынша корпоративтық базамыз бар, директі база. Сол базаға біз өз өз үлестерімізді қосуатырмыз. Сол базаға біз өз 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 өзі өз 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 ұз өзі. Ну а перед тем, как мы завершим нашу беседу, давайте еще раз поставим акцент на ближайших мероприятиях. Все-таки числа, пожалуйста, и что будет. Сегодня 2 апреля, в 15.00 наша библиотеке проходит концерт, который называется «Созвездие читателей». Как я уже говорила, в этот день мы хвастаемся тем, что у нас самые талантливые самые замечательные читатели, которые на этом концерте свои таланты продемонстрируют. Поэтому все, кто желает, сегодня может прийти в нашу библиотеку в 15.00. А далее? Ну, а далее 12 апреля у нас встреча с нашим местным писателем на государственном языке Нарашхай Мукатовым. Также в течение апреля у нас будет встреча, онлайн-встреча с Лилией Калаус и встреча с актюбинской писательницей на государственном языке, которая пишет детективы Зиаш Тулеву. За анонсами можно следить на афишке, мы все это выставляем. Также у нас есть бегущая строка на библиотеке. Ну, пожелаем удачи в работе и, конечно, попросим оставить автографы в нашей книге пожеланий. Помимо этого, сказать пару теплых слов нашим зрителям, пожалуйста. Нашылык, аманшылык осын. Еще одно пожелание. Балылармен тек-кана, біздің областы кітап-кана кел. Віздеріңізді қалаған кітаптарыңызды тауып, оқыңыздар. Здорово. И ваше пожелание. Ну, что може сказать библиотекарь? Наверное, только пожелаю вам новых книг и положительных эмоций. Спасибо большое, что сегодня украшли наше утро. До новых встреч. Ярнамзғғарнай уақыт бүлгендеріңізі көв рахмет. Истеріңізге сәттілікліңіз, әркімдеріңіз тек жақсы ұлысын. Ал біз бағдарламамызды ұдан ұржалға ұстырамыз, арнамздан ұлстаманыңыздар. Никуда не уходите. Сағынап жүрмән, әлі де сені. Сағынну өмір, заңы деседі. Сағынап жүрмән, әлі де сүрмән, әлі де сүрмән. Сағынап жүрмән, әлі де сүрмән, әлі де сүрмән. Неге журен бурсаттың байды? Неге мызан байды бұл қайы? Неге-неге күлгім дармайды? Неге? Неге сезім сөніп қалмайды? Неге сену ұмыт алмайды? Неге адамды ұмыт алмайды? Неге? Әзірге аман, жарала бірақ. Жапырақ жүрек, барады құрақ. Ер келдеген ән, өртеген де мән, бәрде бүгін арман. Азапқа сауған, аққысымсың алыстығы. Азапқа сауған, неге жүрек бұл сатың байды? Неге мызан байды бұл қайы? Неге-неге күлгім дармайды? Неге? Неге? Неге сезім сөніп қалмайды? Неге сену ұмыт алмайды? Неге адамды ұмыт алмайды? Неге? Азапқа сауған, аққысымсың алыстығы. Азапқа сауған, неге жүрек бұл сатың байды? Неге мызан байды бұл қайы? Неге-неге күлгім дармайды? Неге? Неге сезім сөніп қалмайды? Неге сену ұмыт алмайды? Неге сену ұмыт алмайды? Неге адамды ұмыт алмайды? Неге? Неге бұл жүрек бұл қалмайды? Неге жүрек бұл қалмайды? Неге? Неге сізім сөніп қалмайды? Неге сену ұмыт алмайды? Неге адамды ұмыт алмайды? Неге? Субтитры делал DimaTorzok У вас тоже Жакса? У КВНчиков всегда, мне кажется На русском, конечно, разговаривать было бы здорово Но мы будем и так, и так В общем, для нашей аудитории, для наших зрителей Расскажите, пожалуйста, вчера КГПУ, скажем так, собрал КВНчиков нашего города Чтобы продемонстрировать свои лучшие шутки, качества и побороться за победу Что же это было? Какова задача была всего этого? И каковы итоги, самое главное? Вот сейчас, смотрите, вчера прошел фестиваль областной лиги КВН Достар Его организовывал общественный фонд «Сан-Овер Паху-2050» В рамках государственных социальных закупок Управления молодежной политики Костановской области Вчера участвовал в фестивале 22 команды со всей области Со всех районов Много очень районов приезжало И публика их, в принципе, тепло встретила Потому что было видно, что люди соскучились по КВН Там буквально зал разрывался, не хватало мест Все там даже стоя, в принципе, стоя стояли Там под конец игры уже окружили всю сцену, почти вблизи сцены Небольшой такой промежуток оставили для жюри И все Ну, видно то, что соскучились все Очень долго ждали этот момент КВН сам По итогам игры кубок забрала команда «Починки» Представляющая Костанай-Плазу Торгово-изуковательный центр Костанай-Плазу Они забрали фестиваль, кубок фестиваля И также в одну четвертую финалу прошли 8 команд из 22 Неплохо Какие это команды? Можно познакомиться поближе для тех, кто не был вчера? Так, ну, я вам сейчас не могу точно сказать все 8 команд На вскидку хотя бы Прошла команда КВН «Добрые люди» Да, они уже были играть Уже знакомы нашему зрителю Да, потом вот, как я говорю, команда «Починки» Затем прошла команда КВН сборная Костанайского района Ну, ребята приехали с района Достойно выступили Прошла молодежная сборная Тоже они часто выезжали в Россию на игры И, в принципе, ребята на опыте Затем еще прошла команда Так, сейчас бы вспомнить Не все команды, к сожалению, запомнили Ну, такой поток неудивительно Да, потому что 22 команды и всех не запомнишь Ну, а какие конкурсы были, точно, наверное, запомнили? Можете нам рассказать? Конкурс был один, так как это фестиваль Был один конкурс, фристайл В регламент 5 минут Чтобы не затягивался концерт 22 команды по 5 минуты выступали Это уже, в принципе, 2 часа выходит Чтобы сильно концерт не затягивать Мы постарались его максимально сократить Чтобы зритель не устал И, в принципе, я думаю, зритель доволен КВН Я не играю, я администратор Мне Тимур 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 Байша кеше сурланнан Бары лонады Курермендерге да лонады Квеншиктерге да лонады Уйткені зал оларды Жахс Харсалды Мне Байша барах жахсует тидеболе Ребята, а судьи кто? Кто отвечал за вашу победу? И в чьих руках была судьба КВНчиков? Жюри В составе жюри был Батархан Валиханов Батархан Он, получается, участник высшей лиги КВН В составе команды Астана Ки-Зет Слышали, наверное? Капенова Гульмира Депутата областного Маслихата Затем был Абдебеков Нурбек Менеджер проектного офиса Рухани Жангару Кустановской области Также был Денис Кузин Чемпион мира по конькобежному спорту Заслуженый мастер спорта И Кукжанова Зарина Директор клуба предпринимателей Атамикен Они решали судьбу Судьбу команд Тех, кто пройдет в одну четвертую Расскажите, была ли битва среди судей? Или как-то не единогласно были в своих решениях? Ну, судьи у нас компетентные Они уже... Ну, были, конечно, немного споры Помогли немного редактора лиги Редактора лиги, кстати Мукашев Нурмухан Участник высшей лиги КВН В составе команды сборной Кургожина Вот, недавно выступали ребята в 1-8 И Азамат Курманбаев тоже Играет за сборную Кургожину Ну, фаворитов сразу было видно? Вечера или нет? Ну, интрига держалась, конечно Ну, видно было то, что ребята Из команды Починки Ну, ребята уже на опыте В принципе, не первый год играют в КВН Ездили даже в Сочи Не этим, конечно, составом Но, в принципе, факт того, что они ездили в Сочи Уже их делать на уровень выше других команд Что подготовили для зрителей? Что было интересного? Чем удивляли? Удивляли, как всегда, неординарным юмором Пытались казаться оригинальными на фоне других команд Вот Ну, набираемся опыта Мы просто... Я являюсь актером и автором команды Молодежь сборной города Пастанай Мы играли до этого два года в России И вот за 2016 год наша команда существует Вот мы уже два года не играли в Кустанай Соскучились по своему местному зрителю Вот Пытались показать, что мы не зря пропадали два года Выросли так-то Вот Ну, зритель нас достаточно-таки тепло встретил Чувствуется, что вкусная Да, действительно Как Рахат уже упомянул ранее Соскучился зритель по Кустанайскому КВН Вот Ну, в чем изюминка вашей команды? Все же так есть Так разбираться Чем лучше остальных? Ну, лучше Кромко сказано, наверное, будет Просто наша команда Фактически Базовое название Фактически наша команда Является Представителем просто школьной лиги КВН Наша сборная Это Сборная школьной лиги Ну, то есть С школьной лиги КВН Кустанай Собрали лучших С каждой командой, допустим Так скажем Вот И так сформировалась наша команда Наша команда фактически Школьники там Ну, 80% команды Это школьники Хорошо, прямо сейчас будет интересная рубрика После чего продолжим Оставайтесь на телеканале Кустанай Овны Столкнутся с тем, что забавно Приятно или интересно Но совершенно нерентабельно Тельцы Члены вашей семьи Могут спутать Сегодняшние планы Придется заниматься ими Сопровождать И помогать Близнецы Для того, чтобы день сложился удачно Вам нужно действовать Последовательно Раки Будьте строгими По отношению к себе То, что вас никто не ограничивает Не означает, что вы можете Расслабиться Львы Будьте общительны И выбирайте темы Интересные собеседнику Благодаря этому Вы можете узнать Кое-что полезное Девы Ваша деловая активность Возрастет И это отметят Но на карьерный рост Пока рассчитывать Не стоит Весы Прислушайтесь к старшим Сегодня они окажутся Правы в своих советах Скорпионы Когда-то вы От чего-то отказались И теперь получите Подтверждение Что были Совершенно правы Стрельцы Не рекомендуется Отправляться на прием К представителям власти И в официальные инстанции Козероги Не забывайте Ставить в известность О своих планах Ваше окружение Водолеи Задания, которые Будут на вас возложены Окажутся Довольно Оприменительными Придется Здорово потрудиться Рыбы Не стоит Ограничивать себя В развлечениях Потом Такой возможности Может уже и не быть Стрельцы 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 Мы видим другие команды Только на прогонах Фактически На игре Мы не видим Ни реакции Зала Ни их поведения На сцене И так далее Вот Поэтому Когда выходишь на сцену Остаешься только Один на один Так скажем С зрителем Максимально Отдаешься Безусловно Есть волнение Бывают И Ошибки Такие Технические Какие-то Вот Ну В целом Ну Команды Кусанайские В принципе Со временем Растут Так скажем Уже Чувствуется уровень Не так как раньше Сейчас уже Более или менее Команды Сильнее стали Опытней Нет таких Каких-то Так скажем Детских ошибок Можно сказать Вот Все в принципе Такие Довольно Опытные Люди В компании Реакция Зала Она вообще Играет Какую-то Скрипку Ну то есть Вы выходите И вы чувствуете Что энергетика Либо они настроены Воспринимать Ваши шутки Либо их как-то пригласили Но они сядут И думают Надо куда-то спешить Когда же это закончится Нужно это влиять эмоционально Реакция зрителя Для КВНщика В первую очередь Это Очень важный Такой фактор Так скажем Потому что Когда ты выходишь И Ну вот По-КВНски сказать Если твой материал Уходит в тишину Просто по началу Даже по самому началу Просто Морально давит Это КВНщика Человек Который на сцене Находится Это морально Нас давит И Ну сложнее еще Становится Вот И от того Что когда Поначалу еще В тишину уходит Потом со временем Ну там Допустим Ближе к середине Выступления Уже сам плывешь И понимаешь Что все Руки опускаются Теряешь уверенность Да На примере На примере Каких команд Учились вы То есть Смотрели Пытались Может в чем-то Подражать Или нравился Стиль Да Безусловно Но это Наверное Будет такой Довольно-таки Неоригинальный ответ Потому что Всеми любимые Это Допустим Сборная Канзиатского края По КВНу Там Спарта Такие команды Ну Я говорю На примере Своей команды Моя команда Молодежная сборная Города Кусуна Равняется Более на такие команды Которые Поющие Можно так сказать Вот Мы на таких Более равняемся В основном Получается Зрители Больше нравится Юмор Актуальный То есть Ну Актуальный На сегодняшний день Допустим Если шутить На уже Прошедшие темы Ну Это будет Не очень актуально Всегда Для зрителя Заходят Так скажем Шутки Актуальные Или бытовые С которыми Они там Какие-то ситуации С которыми Они сталкиваются Каждый день То есть На это КВНщики Пишут шутки И Эти шутки Больше всего В принципе Нравится зал Заходит Так скажем Если мысли На этот сезон Приглашать Каких-то КВНщиков Из высшей лиги В то же Жюри Или как-то Просто Обменяться Опытом Ну На этой игре Мы позвали Редактора Павлодара Азамат Курмамбаев Он Отличный Редактор Вот К сожалению Я хотел Его позвать На эфир Но Он уезжает В Астану На работу И Не получилось Немного Ветеран Казахстанского КВН Да 13 раз По-моему Ездил В Сочи На высшую лигу Человек С большим Опытом Планируем Позвать его На следующую Игру Я думаю И Также есть Мукашев Нармухан Тоже Участник Высшей лиги Редактурой Занимался И Ильяс Кобжасаров По возможности Ребята заняты Но по возможности Мы стараемся Позвать Ребят С высшей лиги Чтоб Команды С ними Пообщались Набрались Опыта Обменялись Опытом Где-то Что-то Подсказали И так далее У вас есть Какие-то шутки Которые стали Визиткой Вашей команды Ну Знать Как у казахов Там Хан Это ж я Ну все знают Что это Наша сборная Которая-то Взяла Первое место В той игре Блин Даже не знаю Слышный вопрос Да Просто По реакции Зала Ну не всегда Запоминается Такая шутка Которая прям Взорвала Так скажем Зашла Вот Ну а сейчас Бывает так Что ставки Делаете на Одни шутки А по итогу Их не воспринимают А воспринимают Другие Которые были Как бы дополнительно Фактически Так всегда происходит Ставишь на Что-то одно А выстреливает Совсем другое Анализировать Не пытались Почему так происходит Не знаю Просто это Скорее всего От того Что мы КВНчики Уже По-другому Воспринимаете Иммунитет Ко всему Да Уже Юмор Это настолько Так скажем Постоянная вещь Что Мы Какие-то вещи Которые Простые Так скажем Для людей И они смешные Поскольку они простые Вот А для нас Это кажется Ну Слабыми Слабыми вещами Больше Заморачивайтесь Это не нужно Вы согласны? Ну да В принципе Согласен Ну многое еще Зависит от зала Допустим Если взять Одно выступление И показать его Ну в Кустанай И в России Там будет Совершенно другая Реакция Потому что Зал другой Люди другие Там И так далее Да Это кстати Самая серьезная Проблема Потому что Когда мы Играем в Кустанай Ну играем На местную аудиторию У нас Свои Шутки Свой юмор Так скажем А когда мы Первый раз Приехали в Россию Там Зритель нас Вообще не воспринимал Потому что Казахи Просто своим Внутриком Так скажем Приехали И вот Пытались нам Что-то Показать Рассмешить Типа Вот такая Реакция была Хорошо Мускальная композиция После чего Продолжим Оставайтесь На телеканале Кустанай Ардам сдана Устаман Здарь Возьмешь его моск Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Сауны ша салады, ша салады мені, мені Масалады, масалады мені, мені Сауны ша салады, ша салады мені, мені СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Маргарита Казыр Викториналық сұрақтың дұрыс жауапын анықтасақ. 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 Сегодня три темы мы представили на суд зрителей «Семь грани великой степи», «Международный день детской книги». И наша третья заключительная тема – веселые и находчивые. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Молодой человек, молодой человек, молодой человек, прошу вас в присутствии свидетелей и гостей подтвердить, является ли ваше желание создать семью единым и добровольным. Прошу ответить. Да. Стоп, снято. Всем спасибо.